Сцена пятая А если на курорте, так и вовсе амбалка в скафандре А если бы они в этом скафандре поглубже в море занырнули, они бы такое увидели, что в этом скафандре остались бы есть и пить и все остальное бы делали Сударень, а зачем вам скафандр? Так я водолазка, на глубину уныряю Впервые встречаю человека, которого интересует глубина Все только скользят по поверхности, пустое все вокруг И тут, о чудо, судьба кидает мне вас Спасательный круг, мазель А вы стихи любите? А шо это такое? Сердце чистый голос, как он дорожнет Звонок, словно птичьи трели в тишине Ведь тебе любимый быть Шепчет вновь и вновь Если шепчет, стала быть Рядышком любовь Все... Ой, да Это и стихи? Да, я сам их сочинял Оказалось, что для вас Ой, ну если это ваши стихи, то, конечно, нравятся Даже больше, чем скафандр А можно я тоже попробую попить стихи? Конечно, конечно Все, кто молод, верят сердцу это так Даже старым жить без сердца ну никак Пока ты молод, мой сердце, как голос сердца прав Он мчится к счастью все сомнения обогнав Пока ты молод, своей звезде лети Ни зной, ни холод, нам не страшны пути Извините, извините, пардон, мазать Один вопрос Да, сударь А вы в скафандре не будете есть, пить и все остальным заниматься? Сударь, конечно, нет Ради вас я готова его зашвырнуть хоть на чердак навсегда Картина третья Кабинет министра искусств генерала Деупыльяка Сцена шестая Как надоели Ходят и ходят И чай бочками трещут Это правильно Вы не успевали на ремонт сдавать И заварки на них не на большинстве На нас тоже Это правильно Доварищ Пётр Я пригласил вас по очень важному и деликатному вопросу Вам, вероятно, известно, что ваши шансы стать директором театра сильно ослабели С тех пор, как публика стала требовать перемен Репертуар 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 А остальное партия и правительство сделают для вас Ваше слово и закон Без это Могу я рассчитывать на вашу благодарность? Простите меня, господин министр Но я тут снова решила хранить верность к своему мужу Как-нибудь в другой раз Похвальное решение Не могу препятствовать Выполнению морального кодекса строителя нового общества Тогда позвольте мне отказаться от такой милости И не становиться приемой в Бондервиле Ну что вы, что вы, ступайте И завтра приступайте Благодарю вас, господин министр Вы очень благородный человек Не понимаю, почему вас распускают всякие встречи Злодейте, взяточник Прямо упырь настоящий Да, товарищ крюзит У меня много недоброжелателей Но вы их не слушайте И будьте счастливы Вот так всегда Все меня только боятся И никто не любит Как это не любит господин министр А я? Да я Да я вас больше своей матушкой люблю Что с нее взять-то Кроме старого сундука Набитого всяким барахлом Вы и вправду меня любите? О да, господин министр И готовы разделить со мной Все тяготы семейной жизни? О да, дорогой министр Тогда немедленно Заготовьте приказ О выделении вам Персонального экипажа Под с мигалками Негоже супруги министра И тем более генерала На общественном транспорте Ездить Благодарю вас Дорогой Благодарю вас Благодарю вас Благодарю вас Благодарю вас Благодарю вас Благодарю вас Благодарю вас